ПЕСНЯ 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 Господь, Ты – начало и конец, Господь. Ты – Бог Богов, Господь. Ты – Тот, Кому водимся, Господь, каждый день, Моцарь. Наша жизнь, Господь, принадлежит Тебе, Моцарь. Все наше прошлое, Господь, настоящее будущее, Господь, в Твоей руках, Моцарь. Дух с Твоей мы просим, превозначен Твоей святой Ильи, Господь. Привесися. Дух с Твоей, Моцарь, Моцарь. Я в небо глазах и скажу, Ты – красный Дух. Ты – красный Дух. Ты – красный Дух. О, 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 я красок. И ночью я, когда мы видим, что власть, Ты ближе в свет огне и вселенной волны встал. Сырь, один в звезд, восхищаемся мы, Весел парейный, говорим. Продолжение следует... 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 Но окунание в воду – это как бы одно. Но само крещение – это не просто окунание даже, а это обещание Богу, служение доброй совестью или испрашивание Бога доброй совести – это решение и это жизнь с Богом, слава Богу. И сегодня благоставляю всех вас, друзьям, и давайте помолимся, наверное. Благословен Бог наш, Отец наш, сущий на небесах, да скатится и на Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Благословен Бог наш, сущий, дай нам на сей день, прости нам волны наши, как и вы, прощая должникам нашим, не веди нас в искушение, избавь нас от Твого, Твое есть Царство и Сила и Слава во веки. Аминь. Отец наш, Бог Абрама, Исаака Якова, Бог Патриархов и Пророков, сущий, благослови сегодня народ миром, своим шаломом, благослови Господь по богатой своей милости. Ты собрал нас в этом доме молитвы, Боже, как Отец своих детей, своих сыновей и дочерей. Ты собрал нас, как птица собирает своих птенцов под своими крыльями, под Твоим покровом мы сегодня здесь, Боже, и просим Тебя, благослови нас. Благослови, благослови, пусть сядется Твое святое имя в наших судьбах, в наших семьях, в наших городах, странах, по всей земле. Боже, всем отучи, благослови нас сегодня, наш Учитель, учи нас сегодня, потому что без Тебя ничего на самом деле не сможем сделать для доброго, но с Тобою сможем сделать все. Боже, благослови народ свой миром, своим шаломом. Хочу спеть благословение сразу, благословение священническое. Вы удивляетесь, у меня такой талит, талит, молитвенное подровало, еврейское, оно мессианское, совсем такое даже обычное. Здесь текст не только о Мессии, предыдущем, но уже и о Пришедшем, и Шуа Машиахе, Иисусе Христе. Я хочу спеть благословение здесь, в этом собрании сейчас святых, благословение на еврейском языке и на русском. Я хочу спеть благословение. Стою благословение. Я хочу спеть благословение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И даст тебе мир Бешен Иешуа Данашев Иешуа Машекейну Во имя Иисуса Христа Мессии Благословен Ты Бог наш, Спаситель наш, Господь наш, Утешитель наш, Искупитель наш Тебе вся слава и хвала Благослови, Господь, и всех нас, собравшихся здесь Благослови всех любящих Тебя, Тебя боящихся И в этом городе Божьем области По всей стране и по всей земле нашей Потому что вся земля Стена и ткучница Ожидает появления Сынов Твоих, Божьих И пусть Твой мир Он придет в сердце Аминь Слава Богу! Пожалуйста, мы сажаем здесь друзья, братья, сестры Благословляем всех вас Благословить друг друга Именем Господнем Да, и сегодня хочу также ответить на ваши вопросы Свидетельствовать, поделиться Словом Божьим И если у вас есть вопросы, но, наверное, вопросы накопились Давно не виделись То пишите записки, наверное, да? Можно будет? Никита, да, Никита сейчас Отец Никиты Он тоже скоро Но это, как он должен Правильный бастер Батюш И вот он сейчас Никиту даст бумажки Ручки, которые вы запишите Вот И передавайте вперед Ко мне Я буду постараюсь уже Ваши вопросы Вот И, конечно Ну, у вас, раз написано С Рождеством Еще написано Рождественское Но, знаете ли Наверное, отсюда и начнем С этого как раз момента С Рождества Христова Я не знаю Пели у вас песни Такие рождественские По домам Ходят? Нет? Нет? Да вы что? Может, где-то ходят Я не знаю Я сам родом С Поволжья Значит И там В Заположье Будем так говорить Там, значит Старобрядцы есть И, в общем-то Там сохраняются Такие островки Вот этой культуры Старой Такой Старинной Ну, вообще-то В России Это забытая традиция К сожалению Но Там тоже На Рождество Приходят Мужики Заходят В дом И поют Там Ангел с неба К нам спустился И сказал И там все вместе Христос Родился Я пришел И так Мы пришли Христа Прославить И вас Праздником Поздравить А посох Бьет А мы поют Эти песни Народные И вот церковные Торпа И на рождественские Ну, красиво Но, конечно В Украине Особенно в Западной Украине Сохраняются традиции Рождественские В Польше Кто был В Европе В Америке Немного сохраняются Такие традиции Старые Такие европейские Вот Но, конечно Когда мы Славим Христа И вот вспоминаем Такие события Как вот Рождество Христа Ну, в сердце Конечно Наполняются Благодарностью Богу И мы Я хочу То, о чем Вчера я говорил На Левцентре Хочу Снова Сказать Об этом И очень важном Архиважном Даже О самом важном Евангелие От Матфея Прочту Вот Самое начало У нас здесь написано Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа И вот Как раз Родословие Здесь Иисуса Христа В самой первой главе И Говорится дальше Что Ну, о Рождестве Говорится Христа Да, как оно Произошло Так вкратце Здесь рассказ И написано Что Вот Двадцатый стих Написано И дальше Когда он Помыслил Иосиф Значит Отпустить Мария Мария Тогда Обученную Ну Без пяти минут Уже Жену Значит Написано Ангел Господень Явился Ибо с ней И сказал Иосиф Сын Довидов Не бойся Принять Марию Жену Твою Ибо Родившийся В ней Есть Одну Просвятую Родившись Сына И наличешь Ему Имя Иисус Ну И Иешу Бог Спаситель Господь Спасает И Бога Спасение И Иешу И Иисус Ибо Он Спасет Людей Своих От Грехов И Их Написано Да В этом Спасение Ну Собственно А дальше Написано Как раз А все Сие Произошло Да Сбудется Леченое Господом Через Пророка Который Говорит Семь Тема В очереди Примет И родит Сына И нарекут Ему Имя Эммануил Что значит С нами Бог И написано Дальше Что Иосиф Слава Богу Он послужился Того Что было Ему Сказано И вот Вчера Когда делился Словом Вот Я это Упомянул И вот Хочется Сегодня И для молодежи И для всех Уже Получается Собравшихся Оттайни Имени Господнего И вообще Оттайни Бога Возвращения Сказать Ну Наверное Больше Буду Свидетельствовать Сегодня Молодежи Но Скажу В самом Начале Об этой Великой Тайне Знаете У всех Есть Какая-то Тайна Но У нас У христиан Есть Своя Тайна Эта Тайна Она Не как Закрытая Информация Она уже Явная Два Тысячелетия Уже Явная Но Она Тайна В смысле Таинства Знаете Это тайна Таинственная Тайна А Эта Таинственная Тайна В том Заключается Что Бог Поселяется В человеке Христос В нас Умывание Славы Что Бог Живущий В самом Человеке Вот это Величайшее Таинство В древности Когда Мудрецов Еврейских Спрашивали Ну Еще Даже До Христа Еще До Рождения Иисуса Были Богословские Школы То Спрашивали Учителей Израиля Дайте нам Отцы Вот такой Как бы Золотой Стих Вот как В Новом Завете Да У вас есть Золотой Стих Писания Правда Давайте Вместе Скажем Ибо Так Возлюбим Род Мир Что Род Дал Сына Своего Единодородного Дал Всякие Верующие Него Не Подгиб Жизнь Вечную Аминь Вот Верующие Разные Церкви Разные Конферсии Ну Если Мы Христиане То Мы Действительно Все Признаем Что Этот Стих Он Является Архиважным Знаете Золотым Стихом Библии Я Часто Говорю Даже Так Что Если Мы Уразумеем Этот Стих Таинство То Поймем Весь Новый Завет Поймем Всю Библию Если Не Поймем То Ничего Библии Не Поймем Правильно Как Должно Поняться Так Вот Дамы И Господа Братья И Сестры И До Христа Перед Пришествием Иисуса Мудрецов Также Спрашивали О Таком Неком Золотом Стихе О Главном Как Библию Знаете Стих Который Б Говорили Дайте Нам Стих Который Который Б Открыл Б Собой Все Таинство Бога Всю Тору Пяти Книжей Всех Пророков Все Еврейские Писания Да Школы Которые Допустим Школа Шамая Школа Гилеля Они Спорили Между Собой Надо Не надо Даже Не только Из-за Вероучения Даже Из-за Обрядов Они Спорили Не соглашались Между Собой Но Удивительное Совладение И та И другая Школа Ответили Одиннагого Знаете Не сговариваясь Пришли К одному Это Нужу Мнению Они Нашли Стих Из Писаний Еврейских Которые Которые Как бы Открывают Собой Все Самое Странное Что Они Нашли Этот Стих Не в Торе Или Пророках Они Нашли Этот Стих В самой Странной Книге Которая У нас Есть В Гиблии Вообще По крайней В Новом Завете Самая Странная Книга Знаете В книге Книг Есть Песни Песней В книге Всех Книг Есть Самая Такая Великая Песня 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 Книга Книг Песни Песней Так вот И В этой А почему Странная Книга Потому что Она не говорит О Господе И не говорит О имени Господа Она говорит Вообще О любви Мужчине Женщине И там Нет Имени Господа Вообще Как такового Это Странно Очень Для Писаний Божественных Странно Для Вообще Для Библии Будет так Говорить То есть Петра Граматона Вот имени Всевышнего Там Нет Вообще Даже Намека Нет Если В книге Испит Хотя бы Есть намек Некий На это Имя То Там Нет Вообще Но именно В этой книге Нашли Этот Текст Он Звучит На ивресем Очень Красиво Они Ле Доди Ле Доди Ли И Переводчики Синодалия Перевели так Я Принадлежу Моему Возлюбленному Возлюбленный Мой Мне Буквально Вот это Ле Доди Ле Доди Можно перевести Как Я Моем Возлюбленным Возлюбленным Моем Мне Я Ему Всецело Принадлежу Без остатка Абсолютно Он Абсолютно Без всего Без всякого Недостатка Мне Принадлежит Я В нем Он Во мне Я Ему Принадлежу Он Мне Принадлежит Мы Одно По сути Помните Иисусова Я И Отец Одно Так вот Братья Сестры Вот Такое Таинство Вот Такое Чудо И С момента Пришествия Христа Действительно Это чудо Стало Ягно Через Боговоплощение Потому что Вот Пророк Написал Что Здесь написано Да Дема В очередях Примет И родит сына И дарегут ему Имя Эммануил Что значит С нами Бог И Слово Эмману Эль Из двух слов Состоит Эммануил Эмману Эмману Эль Имману Эст Эмману Эль И переводчики Обычно Переводят С нами Бог Хотя Можно так Перевести На самом Деле Но Более точно Перевести Надо по Другому Потому что Если Сказать С нами Или Возле нас Близко С нами Вприты Ко мне То есть Другое Слово Совсем Еврейское Оно звучит Как Этаму И поэтому Если сказать С нами Бог То Грамотнее Сказать Этаму Эль Но в оригинальном Тексте По номерам Стронга Указано Не Этаму А именно Эману Другое Слово Поэтому Перевод Не совсем Правильный Или даже Совсем Неправильный Потому что Этаму Это С нами Но Эману Это Внутрь Нас Есть Сущий Растворенный Нас Частью Нас Ставшей Вот Грамотнее Так перевести Ну По крайней Переводчик Вот это Говорят Но И самый Хороший Пример Я думаю Братик Был вчера Запомнили Да С водой Хороший Пример Насчет Вода На иврите Моим Моим И вот Вода В стакане Это Этаму Моим Да Вот Можно так Сказать Вода Которая Возле Меня Со мной Она Близко Со мной Но Я могу Так и Умереть От жажды Если она Будет Только лишь Этаму Моим Вот Но Эману Моим Вот Ваше Здоровье Я пью Воду Слава Богу За воду Самый Хороший Напиток Вообще Из всех Существующих И вот Вода Которую Я сейчас Пью Она Сейчас Растекается По мне Она Частью Меня Становится Я Частью Ее Становлю И вот Эта Вода Для Описания Ее Этой Воды Я уже Не могу Сказать Этаму Лишь Одно Слово Можно Подразумить Эману Эману Моим То есть Вода Которая Частью Не остала А я Частью Ее Становлю Вот Это Эману Моим Поэтому Эману Эль Все Таинство Заключается Не просто В том Что Бог Возле Нас Близко С нами А в том Что Он Внутрь Нас Становится Частью Нас Становится А мы Частью Его Становимся И Это Таинство Бога Воплощения Друзья Поэтому Кушайте Бога Ешьте Его Пейте Его Иисус Сказал Что Кто Не будет Ест Меня Бить Меня Мои крови Моего тела Есть Тот Не будет Части Со Мой Вот И Конечно Эта пробка Была Очень Странная И Большинство Собрания Тогда Подкинуло Вот Служение Иисуса И В общем-то Большинство Его Учеников Они Ушли После Этого Даже После Такой Пробудя Вот Ну Еще Страннее Получается Слова Иисуса Сегодня Понимать Как только Лишь Указание На Таинского Причастия Ивхарийские Хлебопреломления Еще более странно Потому что Вся речь Шла По контексту Всего Нового Завета Не просто О Качестве Хлеба Вина Или о Нашем Размышлении Даже Вот О Нем О Христе Действительно Чтобы Вкушать Его Постоянно Пить Его Постоянно И Наполняться Им Постоянно Вот В этом Послании Нового Завета Ну Я не буду Вдаваться Сейчас В такие Теологические Вопросы Наверное Завтра Оставлю На завтра На вечер Вот Такие Вопросы Сложные Но Сегодня Хочу Наверное Больше Даже Следить И Свои А про Можешь Не сильно Сказать Наверное Наверное Сегодня Все-таки Да Что Было Иллюстрацию Такую Иллюстрацию Что Было Понятнее Вот Иначе Тоже Вопрос Останется Открытым Ведь Все-таки Крещение Сегодня Да Вопрос К молодежи Конечно И ко всем Как Слово Звучит Которое Нигде Как Крещение В оригинальном Тексте Греческом Баптизо Давайте Скажем Все вместе Баптизо 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 Да Вот Слово Такое Которое В советском Риме Очень Такое Страшное Баптиз Такое Да Так И Значит Но Баптизо Баптизо Интересное Слово И вот В современном Греческом Языке Оно Означает Окунание Погружение Но Погружение В смысле Окунание Больше Значит То есть Имеется То что Погрузили И тут же Как бы Поднятия Достали Вот А в старом Греческом Языке В коне На речи На котором Написан Новый Завет Там Баптизо В древности Употреблялось Немного Иначе В смысле Погрузиться И там Остаться Вот И еще плюс Еще там Просолиться Пропитаться Всем тем Во что Погрузился Вот так Так что Баптизо Довольно Интересно И вот И до Иисуса Христа И во времена Христа Во времена Написания Нового Завета В те далекие времена Два тысячелетия назад Баптизо Использовалось Для описания Соления Молцов Чаще всего И других Овощей Безусловно Но в основном Молцов Вот И Молосольные Молочки Любите? Есть любители Молосола? Не Я не очень Есть любители Молосола Очень Вот Но Молосольные Огурцы Баптизо Не называли Греки Вот так Оказывается Баптизо Называли Баптизскими Огурцами Называли Молоштягуцы Будем так Говорить Которые Прошли Полностью Просолку И они Имели Соль Не просто На шкурке Не просто Ну Частично Свежие Частично Соленые Молосол Вот такой Да А именно Полностью Прошли Всю Просолку И имеет Соль В себя Внутри Себя Уже И Соль Вот И Поэтому Слова Иисуса Вот Крещение Собственно Да Вот Иисус Совершал Обряд Тоже Погружение Безусловно В Вилу В целом Еврейство Совершал Погружаясь В роду Вердан Атриан И Обряд Совершение Погружение Как бы И в те времена И сейчас Существует Но Обрядом Таинского Таинством А вот Сама Суть Баптизо Мы должны Осознавать И помнить Всегда Что Суть в том Что нужно Погрузиться В Господа Уверовав В Господа Погрузиться В Него И Им Пропитаться Пропитаться Им Просовиться Так что Товарищи Курцы Пропитывайтесь Просаливайтесь Проходите Просовочку Вот И еще Баптизо Использовалось Для описания Прокраски тканей Та ткань Которая Прошла Весь процесс Прокраски И она Была Уже Прокрашена Так Что Уже Никакие Стирки Не Сражены Вот Тогда Тогдашни Греческие Эти мастера Говорили Баптизо И И Прокрашивали Дорогие Ткань Кипятить А Краска Не По Качеству Оставалась Такой же Качественной Прокрашенной Тканью Вот Это Баптизо Но Тогда Пуркур Прокрашивали Драгоценную Ткань Знаете Дорогую А Сегодня По отношению К нам Верующим Конечно Идет Речь Не Просто Краски О Пуркуре Нет Идет Речь О Краве Иисуса Христа Просолиться Господом И Прокраситься Его Святой Бровью Так что Действительно Никакие стирки Этого мира Уже Не страшны И В общем-то Ничто С тебя Уже Не Проистекает Как Знаете Мудрецы От Школы Шамая Школы Гелеля Школа Шамая На Пасху На еврейском Столе Обычно Всегда Тоже Вареное Яйцо Присутствует Но Не крашенка Не писанка Просто Обычно Вареное Яйцо Без всякого Язычества Как обычно Допустим На завтрак Допустим Вареное Яйцо Вареное Мудрецов Спрашивали А что Это означает Интересно Ну Евреи Тоже Любят Во всем Видеть Какую-то Таинственность Образ Какой-то И вот В школе Шамая Говорили Яйцо Яйцо Это образ Явреев А вот так Возьмите сырое яйцо Ткните его Ну что там будет Ну с него потечет Все Ну сопли Как быть Будем так говорить Вот И что это такое Это вот Это мы Явреи Значит Будем так говорить Не прошедшие Проварку Ну сопливые Такие Явреи Еще Вот Значит И лишь За счет Скрылку Держим Своё Как бы Ну Есть Списко Будем так Говорить Но когда мы Проходим Проварку Уже Тогда уже К ней уже Очистить Скрылку А уже Вот как бы Это уже Крутой Яйцо Это будут Уже Крутые Явреи Прошедшие Проварку Испытания Всякие Значит Вот Мы уже Не просто Верующие А уже Крутые Верующие Вот А потом Мудрецов Спрашивали А вот Ну Дальше Разламываем Яйцо Там же Желточек Внутри А вот В школе Шамая Говорили Дальше А вот Это Наша Главная Еврейская Мечта А какая У нас главная Наша Еврейская Мечта А чтобы Бог Жил Внутри Нас Ой Здорово Мне так Понравилось Значит И В общем-то Пророк Иеремия Пророчествовал В свое время Что Действительно Это Исполнится Сегодня Мы уже Живем А тогда Еще Когда писал Иеремия Пророчествовал До этого Было еще О не веках Далеко Но Иеремия Слава Богу Это Право Сносил Вот 31 глава 31 стих Легко Запомнился 31-31 Иеремия Мне нравится Как он Оригинально Звучит Его имя На еврейском Иеремия Вот это Мяу В конце Иеремия Иеремия 31-й Его раздел 31 стих Здесь написано Его пророчество Вот Наступают Дни Говорит Господь Когда Я заключу С Домом Израиля И с Домом Иуды Новый Завет Вот Именно Бри Хадаша Новый Договор Он заключит Новый Договор И Вот Написано Дальше Не Такой Завет Какой Я заключил С отцами Их В тот День Когда Взял Завет Чтобы Ввести Из земли Игипетской Тот Завет Мой Они Нарушили Хотя Я Оставался В союзе С ними Говорит Господь Но Вот Завет Который Я заключу С Домом Израил После После Тех День Говорит Господь Вложу Закон Мой Во Вмудренность Их И на Сердца Как Напишу Его И буду Богом А Они Будут Моим Народом И уже Не буду Учить Друг Друга Про Брата И Говорит Господа Ибо Все Сами Будут Знать Меня От Малого До Большого Говорит Господь Потому Что Я Прочу Беззаконии Их И Перевод Их Не Воспомяну Более И дальше Он Настоящий Говорит Господь И Дальше Вот Хорошая Слова Он Пророчествовал Но Наверное Я так Полагаю Даже Он Сам Как Пророк Наверное Был В Удивлении Да И Многие Поколения Евреев Слыша Это Пророчество Наверное Удивлялись Что Это За Новый Завет Что Это За Новый Договор Бога С Человеком И Вы Знаете Этот Договор Был Однажды Заключен Де Юре Он Был Заключен Как Мы Называем Это Время Тайной Лечери Пасхальная Тот Последний Пасхальный Еврейский Седр Верх Завета И Уже Первый Получается Уже Нового Завета На Рубеже Вот Этих Заветов Да Когда Иисус С учениками Своими Ел Пасху Они Приготовили Ее На Такой Конспиративной Квартире Одной Из Сект Тогдашнего Иудаизма Вот Об этом И Писания Косвенно Говорят И Исторические Предания Рассказывают Потому Что Когда Иисуса Спросили Ученики Интересно А Где Приготовят Пасху А Он Сказал А Вот Вы Пойдете В город И Увидите Такую Странную Картину Увидите Идет Буш И несет В город Знаете В то Время Это Невероятно Увидеть На Грани Фантастики Знаете Это Все Что Допустим Летом На пляже Варенках То Допустим Скалоши Будут Гулять Ну Как Можно В принципе Можно Так Увидеть Но Это Как Очень Странно Было Вот Как Но А Еще Страннее Увидеть Было В то Время Мужчину Несущего Водонос Это Было Ну Как Это Не грех В общем Это Не нарушение Торы Но Дело В том Что Ко Времени Пришествия Христа К сожалению Очень Многие Предания Такие Религиозные Стали Ну Чуть Не законом Знаете И Люди Считали Что Он Чуть Не закон Божий Вообще Что По Работы Женской Мужской И В частности Что Мужчина Несущий Воду Он Просто Ну Несправимый Грешник Как Знаете И Муж Никто Руки Не подал Больше Поэтому Он Живет Один Один Допустим Допустим Он Приплачивал Соседке Которая Неносила Воду Понимаете Вот Поэтому Ну И У нас Тоже В принципе Скоро Что Не Казаки Не Иван Кошел А Хали Шла То есть И В общем Да Воду Носить Не только У евреев Как И В Других Культурах В то Время Это Читалось Чисто Женским Ремеслом Как Вы Знаете Вот И Но Интересно Что Была Одна Секта Одним Словно В Удагизме Тогдашнем Которая Практиковала Подобное Вызывающее Поведение Будем так Они 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 Нарушали Тору Они Нарушали Замер Господню Но Порой Демонстративно Могли Нарушить Человеческие Предания Вызывая Конечно Мало Суждения И Пулю Протестов Но Они Делали Порой Протестанта Тогдашнего Время Будем так Говорить Вот И Вот Это Были Иесеи Иесеи Вот Кстати Иисус Обличал И фарисеев И Судукеев И даже Книжник Он оставался На реке Но Иесеев Не обличал Знаете Эту партию Он Как бы Так Шевел Вот Как бы Ну Потому Что И в лицемерии Трудно Было Как бы Уприкнуть Люди Будем Искренние Ну Может Со Своими Правностями Как Изелота Допустим Как бы Ну И те Люди Были Достаточно Искренние Как бы Израильцяне У которых Не было Лукавства Но Иисус Большую часть Обличал Не просто Доктрины Какие-то А именно Лукавство Само Это Обличал Вот И Когда Пришли Ученики Смотрят Увидели О Точно Идет Мужик И все Воду Надо же Странный Мужчина Но Ладно Они Тоже Конечно же Они верят В Иешу Как Мессию Да Но Не до такой степени Чтобы так Демонстративно Нарушать И хотя Они тоже Вообще Нарушали Там То В Коросе Там Ну Как бы Вроде Как Такое Вызывающее Поведение Поро У них Было Не нарушая Закон Но Они Нарушали Представление Человеческое О Как бы Казаконе О Выполнении Норм Божника Ну Ладно Они Прослинили За Тих Мужчина И Видят Куда Он зашел Стучаться Выходят Хозяины Так и так Доброго дня Вам Наш Послал Учитель Соответственным Заданием Приготовить Пасху Вот Каково же Было Их удивление Что хозяин И хозяин Туда же Тоже Видимо Сигнал Почему Потому что Он сказал А у нас Все уже готово Весь Израиль Только собирается Готовиться Только собирается Застилать Все Праздник А у нас Все накрыто Не может быть Опять Только лишь Иисеи В Израилье Практиковали Подобное Упреждающее Приготовление Ну ладно Это уже Такие Заметки Интересные И вот Иисус С учениками Сидел Там В горнице Сидел В этой Конспиративной Ямочной Квартире Иисейской Которая Приватилась Знать В храм Такой Интересный Ну там Года Минимум Получается 13 Годных Мужчин Ну плюс Еще Хозяин Дома Тот мужчина Кто Нес Воду Ну Что Еще Кто Присоединился Но обычно Традиционно На картинах Обычно Рисуют Только 13 Человек Чтобы Не было Невзберегий Чтобы Было Все более Менее Понятно Как Что Есть Кто Как Так Вот И На столе Было Много Мяса Было Целое Животное Надо Было За ужином Уговорить Целого Барашка Но Эти мужчины Уговорили Барашка Вот Хорошо Был Пресный Хлеб Значит Там И Горькие Травы И Прочее Но Я Сейчас Не о том А о том Что Было В самом Конце В конце Было Самое Интересное Потому Что Ближе К концу Страсти Разогрелись Вообще И Не просто От количества Тостов Компит Дело В том Что Да Там Поднимались Тосты Значит Какой Еврейский Обед Безвина Значит Они Поднимались Тосты По книге Исход Будем Договорить Секрет Первый На весь Мир Состоялся По книге Исход Шестая Глава Шестой Седьмой Восьмой Девятой Стихи Вот Почитайте Ради интереса Даже И Первый Тост Это За спасение Из Египта Второй Тост Что Египет Вышел Из нас Одним словом Первым Два тост Можно так Назвать Мы не Рабы Рабы Не мы Вот Эти Два Тоста Первым А потом Третий Тост Мне больше Сам нравится Потому Что Третий Тост О чудесах И знамениях О мышце Высокой И пространной О том Что Простерка То Что Бог Совершил Исход Наш Паразит Египет Совершил Чудеса Многие Великие Знамения Мы Когда На Пасху Совершаем Об этом Говорит Ранее Пасха Знаете Да Я Пасхальный Чего-то Посмотрел Вот На дня Глянул Ох Ты Вот Начало Апреля Думаю Да Ранее Пасха Получается Ну Восьмое Точнее Брать Восьмое Число Апреля Уже Вот так Уже Пасха Ну По православному Как бы Паразит А еврейская Пасха Всегда Пораньше Чуть Ну Как бы Библейская И Она За неделю До Дого Совершается На протяжении Всей недели От Ресночные Дни И В этот раз Я не знаю Где будем Может быть Грузин Я планирую Лично Грузин Поднимем Там Гамар Джок Поднимем Тосты И Мне очень нравится Когда мы совершаем Вот Последнее Пасха Семнадцатого Года Именно Пейса Мы Провели В доме Частом Доме Накидали Одеял Подушек И Восприжали Знаете Как прям Постаринный Перед нами Было Там У азербайджанцев Заказали Барашка Вот Они были Очень рады Приготовить Нам Так что Настоящий Бараш Был Кодовалый Его даже Не хватило Оказывается Представляете Завнажды И Ну ладно И Тоже Поднимали Тосты И вот Третий Тост Мне очень Нравился Больше Всего Даже Потому Что Время Третьего Тоста Мы Вспоминаем И о чудесах Обычно Каждый Участник Этого Пира Пасхального Этого Ужина Севера Он Говорит О чудесах Каких Допустим Ну там Амошка Тех Самых Да Там В кровь Вода Там Написано Превратилась И прочее Прочее Вот И Да и потом Что произошло Море Море Раступилось Перед Нами И Как В православии Боются Кто Бывал В храмах На служениях Так вот Вкануне Там Песня Есть Пошли в одну морскую, как поступку. Вот, а фарамон, вот, в общем-то, потоп на его войско, на этом слове. Вот, и, да, и мы видели коня и всадника, и, в общем-то, было поражение египтянам. Вот эти все чудеса вспоминаем, но мне нравится этот вопрос еще и тем, что вспоминаем о чудесах, напоминаем о чудесах, которые происходят во время сегодняшнего исхода, исхода нашего времени. Потому что каждый упокаявшийся грешник, это еще один исход. Это исход сегодняшнего дня. Только тогда был Моисей, да, а сейчас кто? Иисус Христос. Ишуа Машир. Он выводит из мученых на свободу. Из собственной тьмы в Царство Света. Переводит и также совершает великие знамения свои. И также он поражает врага. В каждом покаянии, в каждом верующем, скажу так, не только чудо Божьей милости, Божьей благости, прощения, да, исцеления, освобождения и прочих благостовений. Но в первую очередь это поражение врага. То есть это, как, я не знаю, смотрели вы, не смотрели, есть такой христианский спектакль, старый еще спектакль, значит, как он называется, война, духовная война, по-моему. Я могу сейчас ошибиться, я не все прав вообще, но я мало смотрел эти спектакли, но мюзиклы, например, люблю, очень даже мюзиклы люблю, вот христианские такие. Но был спектакль, там, короче, смысл такой, что там, значит, покаяние показывает, как бы, ну, образ покаяния одного человека, и только с позиции не неба, а преисподней. Вот, как бы, значит, на небеса про радость, а там показывает другая правда, ну, другая сторона медали, что в аду, знаете, дьявол там голоса вверет на голове, значит, за каждое покаяние. Вот, значит, и там, значит, такой голос, такой левитамовский, значит, бюро поднимается, так, куда-то в светлую, там, вверх. Вот, значит, и такой левитамовский голос говорит, вот, преисподнего информбюро, сегодня, после этого ожесточенного, там, какие-то, там, сражения, там, еще от душа пахаеваясь. И все, и все, и все там, о-о-о, ужас, о-кошмар, люди все в ужасе, просто в шоке, ну, там, эти изображающие весы всякие. Вот, значит, ну, а на небесах там уже, конечно, там в виковании такое, что в ее. И вот, ну, я примерно так на пальцы как объяснивал вам то, что там спектакль, спектакль было показано. И вот потом на пасхальном сцедре поднимаете четвертый тост, ну, к этому времени уже барашка почти доедает уже, в общем-то, значит, и уже доедает травма, осталось горьких, значит, и хлебушку уже поднимает уже, соответственно, вот, значит, и четвертый тост, когда поднимаем, то это уже тост, бокал, он символизирует как бы не совсем даже Пасху, а уже то, что было после того, потому что любой праздник, он прекрасен своим вкусом даже, больше, чем даже самим праздником, векованием. Так вот, после вкусия Пасхи, это Пятидесятница, это прекраснейшее завершение, вот, величайшего исхода, потому что четвертый бокал, поднимающийся на пасхальном сцедре, он символизирует Бога усыновления, шаблот, который через некоторую неделю произошел у горы, где Бог дал заповеди, и где Моисей поднимался в гору, значит, и там находился, как воскресном святых первосвящении, будем говорить, и народ пристоял возле горы, они слышали грома, молния, и этот момент вспоминается, что Бог не просто выбрал нас из Египта, а Он привел нас к себе, и мы стали Его детьми, Его рабами. Удивительная история, четвертый тост показывает нам, как бы, самим вот, вообще, правослушением, что настоящая свобода, оказывается, это не просто выйти, уйти от дьявола, не просто выйти от фараона, не просто выйти из Египта, а оказывается, прийти к Богу и стать Его детем, стать Его рабом добровольно, и оказывается, рамство Богу есть настоящая свобода. Ну, такое, нафиг, парадоксальное заявление, но верующие понимают это. Да не верующие, это, значит, это, порой, это головоломка настоящая. Так вот, и, но святые отцы в древности еще объясняли православным обычно так, что человек, это сосуд, и он порожник не может стоять долгое время, по крайней мере. Он четвертый должен быть заполнен, понимаете ли? Вот, значит, либо всякой нечистотой, нечистотой, либо хорошим, святым. Вот так вот, дамы и господа. И потом пятый бокал наливается всегда на еврейских посвальных цедров, пятая чаша, но до Иисуса эту чашу никто не поднимал, не осмеливался никто поднимать. Еще почему? Потому что это бокал Мессии, Маше, Христа. Это чаша христианского царства. И в те времена, во времена Христа считали, что сам Христос, сам Маше должен однажды этот бокал поднять и начало своего царства, государства провозгласить. И слава Богу, что это все произошло. Ну, дальше вы уже знаете уже из писания, что после вечера, когда уже все было съедено, выпито уже все, от барашки уже, от барашки до ножки, вот, значит, мацы уже не осталось, горьких травм, все, все съели, выпили уже все, пора уже и честная, как бы. И вдруг, обычно же как положено было, пятый бокал, он всегда наливался, не выпивался, люди расходились добрые, смотрели на прощение на бокал, вот, как бы, но однажды придет Маше, он поднимет бокал и свое королевство объявит, отключит уже. Но в этот раз было все по-другому. Ученики стихли, и Шо вдруг берет после вечера этот бокал и говорит. Это есть чаша в Новый Завет, в могиле крови. Хотя, де-факто, его кровь еще была в нем, и она не была еще пролита, он еще не был безображен, почти всякого человека он еще не был предвожден. Но это было еще накануне всех этих страшных событий, но для Юля уже было провозглашено, словом его, было провозглашено. Они все пили этот последний бокал. Настоящая революция творилась в еврейских мозгах. Они понимали, что присутствуют сейчас, прямо сейчас, события планетарного масштаба, великого, величайшего события, о котором будут все помнить, которые ждали многие поколения евреев, и все боящиеся Бога с разных народов, со времен Адама. Потом уже, когда все стало ясно, когда Дух Святой сошел на учеников, когда церковь уже стала развиваться, апостолы писали уже свои послания, то народу было открыто, интересно, и еврейскому народу, и всем народам нашим, истрадавшихся в этом нет, было открыто, что Иисус Христос никто иной, как Новый Адам, Новый человеческий. Создатели, я думаю, очень красиво, что даже начало нашей эры мы их отчитываем от его пришествия, от всех этих событий, слава Богу. Ну ладно, я вот это все рассказываю, но хочу... А вопросы есть, отец? Есть? О, спасибо. Передавайте вперед. Я же не сказал ничего фактически из-за того, что, ну, о себе, среди, но в принципе, обо мне, что родился, учился, родился, пригодился Богу в служении, призвался Богом, был признан Богом в служении. Но, если... Кому интересно поподробнее, то, значит, есть мой канал там на Ютубе, затем, особенно для молодежи, не забудьте подписаться, да, лайкнуть там, все там как положено, вот, значит, да, перепольские и прочее. Вот, значит, да, извиняюсь за выражение. Нет, ну, сейчас многое слова, многое время. Вот, значит, и почему еще? Потому что видео эти вы поделитесь с вашими друзьями, особенно православными. Потому что я православный реформат, лагерист, миссионер, искружитель. И, знаете ли, для меня, конечно, не в обиду сказано, сегодня было бы большим, даже, честно говорю, праздником, не обижайтесь. Проповедуют не здесь, а, допустим, какую-нибудь собою. И, притом, не парижской Богомазии, да, где-то здесь, допустим, вот, в Липецке, там, значит, там, в Оротеже, значит, там, где-то там, в Москве, там, почему бы и нет. Вот, хотя больше не было.